Смотрите, читайте 12-ю статью в 3-м группе. Еще прошу внести, что Максим Евгеньевич отказался ознакомить меня со своими полномочиями. Ну, просто в карточку, чтобы мы потом могли дополнительно затребовать и ознакомиться с полномочиями Максима Евгеньевича, потому что непонятно, какие он функции осуществлял в помещении театра, где еще находятся вещи театра, которые в данный момент вывозятся. И, соответственно, у нас следующий вопрос. Переходим уже к сути нашего визита и личного приема. Ну, про электронные замки мы почитаем в положении об организации внутриэлектролюбового и пропускного режима, с которым, я надеюсь, вы нас ознакомите, чтобы понимать, на каком основании двери все закрыты на электронные замки, потому что сотрудники управы в прошлый раз, когда мы здесь были, они ссылались на распоряжение префектуры. В префектуре мы ознакомились с самим положением. У них у самих отсутствуют электронные замки. Ну и, соответственно, поэтому мы будем интересоваться именно в управе района отрадно этим положением. И прошу его предоставить, соответственно, разместить то, что сказал Иисус Богодорович до начала храняемого объекта для ознакомления жителей района с данным положением. Да, теперь переходим к театру МЕЛ. Так как это помещение находится в оперативном управлении, и у нас есть уже ответы от префектуры, я предъявляюсь официальным представителем по доверенности Елены Анатольевны Нахониной, так же, как и Марьям Захарова. Иисус Богодорович является председателем Межрегионального совета профсоюзов. Помещение находится в вашем управлении, и все вопросы, которые касаются закрытия театра МЕЛ, в зоне вашей ответственности. Поэтому мы и просили организовать оперативную встречу, потому что, на наш взгляд, сейчас жители района обделены информацией, мне предоставлена информация. На сегодняшний день это единственное учреждение культуры, именно театрального типа, драматический театр, который занимался просветительской деятельностью. Направлено именно на развитие патриотизма молодежи, развитие культуры, нравственных ценностей среди детей, молодежи, жителей района. Там ставились спектакли в дневное время для детей, именно классические спектакли. В частности, патриотического плана ставились спектакли, такие как «Зори здесь тихие», «Завтра была война». Семейного плана ставились спектакли. Когда мы разговаривали вчера, по-моему, мы приходили с начальником отдела, и мы просили подготовить список аналогичных учреждений в шаговой доступности для жителей района Отрядной, аналогичного именно порядка. Она сказала, что в нашем районе Отрядной, но мы и сами знаем. Нет, ничего подобного. То есть театру уже 30 лет, это наша жемчужина, это наше достояние, это наше все, это наша культура. И именно в то время, когда проводится специальная военная операция, патриотическая направленность, она очень актуальна среди населения, и она продвигается, пропагандируется всеми верами власти, соответственно. Вот до президента Российской Федерации вы это прекрасно знаете. И в настоящее время губить источник патриотизма, разрушать таким образом. Считаем, что это носит сильный урон, в том числе именно доверие к власти. Понимаете? Мало того, что судебная система, на наш взгляд, была использована как инструмент давления на театр, потому что такие странные моменты просматриваются, что директор уведомлен не должным образом, тем не менее, это уведомление почему-то суд признает значимым. Хотя по законодательству должны уведомить лично в руки. И на заседании суда, которое инициировало именно управа района, против театра МИЛ присутствовала некоммерческая организация, которая занимается танцами сейчас, и которая в настоящее время якобы выиграла конкурс на это помещение. И нам хотелось бы понимать, во-первых, какие социальные программы существуют в настоящее время именно в патриотической направленности, которая поддерживает управа района. Какие организации, в частности, та, которая непосредственно участвовала в судебном процессе против театра, она именно в каких программах участвует. Потому что театр МИЛ участвует в нескольких социальных программах именно по договору с управой. И сейчас, в настоящее время, кто эти программы в нашем районе будет поддерживать и развивать. В частности, мама, папа, я – театральная семья. То есть сейчас у нас вакуум информационный у жителей района. Мало того, что мы не знаем, куда переезжает этот театр, насколько нам на сегодняшний день известно, что управа района не предложила никаких альтернативных вариантов для переезда театра в помещение. Уж тем более мы не понимаем, какие программы, за счет кого, в каких организациях и подобная направленность театральная, где она будет предусмотрена для жителей района. Я прошу ответить на эти вопросы сотрудников, в первую очередь, управы. Ну и дальше депутатского корпуса, потому что не просматривается какая-то активная позиция депутатов. Очень странно, почему не происходит никаких действий в интересах жителей района, потому что в настоящее время именно разрушается очаг культуры и очаг патриотического воспитания молодежи. Вы получили ответ из префектуры. Что из этого ответа? Какие вопросы Вы не получили? Социальные программы, проводимые в соответствии с приказом Департамента территориальных органов, в первую очередь, которые в рамках районной управы производятся. Какие социальные программы и на кого они возложены? Первый вопрос. Давайте начнем сначала. Если они выведены из зоны ответственности театральная. Давайте начнем сначала. Чья же театральная семья, мама, папа, я и другие, которые сейчас... Давайте начнем с самого самого начала. Скажите, пожалуйста, полное название организации. Чья? Какой роман? Вы представляете? Вы не знаете, что я представляю театр Мил? Зарматический театр Мил. Полное название организации. А какое это отношение имеет к вопросу? Ну, просто скажите, ну, для начала, скажите. Ну, скажите, какое отношение имеет к вопросу? Вы мне ответили просто на обычный вопрос. Полное наименование организации. Автономная некоммерческая организация, драматический театр Мил, Елена Махонина, какой это элемент? Абсолютно правильно. Автономная некоммерческая организация. Дальше. Если вы уже успели ознакомиться с ответом, который вы сейчас читали, Посмотрите, пожалуйста, каким образом управа района города Москвы реализует помещение переднего оперативного управления под автономной некоммерческой организацией в соответствии с приказом номер 6. В настоящее время приставы производить действия по решению суда, в котором вы участвовали как истец вместе с таким же автономной некоммерческой организацией, как наша отрада на основании решения суда и исполнительного производства, которое было воспользовано решением суда. Сейчас проводятся действия. Какие могут быть реализации программ в настоящее время, когда театр закрыт по инициативе управы? Мы хотим понять, почему управа заняла такую позицию наперекор всем политическим печеньям в той ситуации, которая в наше время с СВО происходит, когда очень актуально воспитание именно патриотического характера нашей молодежи. Почему управа заняла такую антигосударственную и антинародную позицию, на наш взгляд, разрушая очаг культуры, именно русской культуры? Вот это вот непонятно. Мы хотели бы знать, что происходит. Может быть, тут в управе какие-то элементы зарождаются, недружественная народу, антигосударственная направленность, антиполитическая, понимаете? Ситуация очень странная, по меньшей мере, на наш взгляд. Вы должны ответить на наши вопросы. Вы ознакомились с приказом номер 6? Это территориальный хором, исполнительная власть, которым вы уже, как сказали, указанным в ответе префектуры. Префектура ссылается на то, что данное помещение находится в оперативном управлении, у управы. В настоящее время и до сих пор, и пока что это неизменно остается. Это помещение изымается у театра МЕЛ, именно по инициативе управы. Все это так. Вы пока что не понимаете, о чем это. Ну, ознакомьте. Я вам задаю вопрос. Так мы должны задавать вопросы. Ответьте на наши вопросы. Если мы что-то не знаем, ознакомьте нас с документами. Мы должны хотя бы для начала понять, что вы уже знаете, что вы не знаете и в каком направлении. Данные объекты по данным адресам находятся в оперативном управлении управа района Отрадной города Москвы для реализации полномочий в сфере организации досуговой, социально-воспитательной. Какая социально-воспитательная деятельность будет реализована в данном... Я же задала вопросы. А вы вопросом на вопрос. Какая социально-воспитательная деятельность и работы с населением по месту жительства будет проводиться при помощи данного помещения? Он сейчас говорит о приказе, о том, что вот эти здания, которые находятся в оперативном управлении управа, они проводятся на конкурсной основе. Вы про это хотите сказать? Конечно. Я хочу вас подвести в 2021 году, который так или иначе всегда сквозит ваши запросы и ваши устные вопросы, которые вы сдавали здесь вчера к начальнику отделу, которые вы сдавали в помещении театра. Ну и для полноты сведений я бы хотел немножечко вам рассказать короткую предысторию. Но для того, чтобы ее начать рассказывать, нужно понимать, есть ли предмет, вы понимаете, про что мы общаемся. А для того, чтобы вы понимали, о чем мы общаемся, есть город Москва, который передает управу районным правам. Эти помещения реализуются на конкурсной основе в соответствии с приказом номер 6 Департамента территориальных органов исполнительной власти. Вот одно из помещений, в нем находилась автономная коммерческая организация, драматический театр МЕЛ, до 2021. В 2021 году был объявлен конкурс на это помещение, на который могла любая организация подать свои документы для того, чтобы исполнить те требования, которые заложены в этом конкурсе. А в этом конкурсе заложены требования к этому помещению, именно то, про что будут говорить. Социально-воспитательная, патриотическая работа, население по месту жительства и так далее, и так далее и тому подобное. Если вам интересно посмотреть условия конкурса, пожалуйста, зайдите на сайт, в раздел «Коммерческие организации», и там вся конкурсная документация 2021 года выложена в общем доступе. Пожалуйста, ознакомьтесь, будем при этом. Так вот, в 2021 году автономная коммерческая организация, драматический театр МЕЛ подает свои документы для участия в этом конкурсе. И конкурсной комиссии эти документы были признаны неполными. Более точной формулировки также прошу ознакомиться во всех актах, которые выложены на сайт. А вы можете пояснить, что значит неполной мере? В пакете документов, который подавался на конкурс, был ряд ошибок. Какие? Ну, если вам интересно, я могу поднять акт. А победителем конкурса была признана иная организация, по которой уговорили уже наши отправки. А уважаемый директор МАФОНИЛЯ, ну, скажем так, подумала, что ее документы были не приняты незаконно. О чем она обратилась в Федеральную антимонопольную службу. достаточно долгую федеральную фенопольную службу, рассматривая ее заявку, она обращалась в суд на антимонопольную службу. Но в итоге ФАСА, федеральная фенопольная служба, которая, собственно говоря, у нас в стране и смотрит на правильность проведения всех конкурсов, было принято решение, что заявка признана необоснованной. Ну, то есть, конкурсная комиссия вынесла правильное решение. Это был 2021 год. После этого мы, как люди, скажем так, живущие на земле, работающие в районе, очень мягко, где-то я даже сказал бы, ласково просили Елены Анатольевны освободить то помещение, в котором с момента проведения конкурса она находилась незаконно. Ей давались предостережения, ей давались уведомления на освобождение помещения. Она на эти документы не реагировала никаким образом. То есть, самостоятельно помещение, в котором она не имеет права находиться по своему конкурсу, она не освобождала, она оттуда не выезжала. И в таком случае нам, ну, как органы исполнительной власти, были вынуждены обратиться в суд, ну, чтобы в судебном порядке освободить помещение. Суды прошли, апелляционные станции прошли, и судебные приставы выдали ей уведомление. Я сейчас постараюсь соблюсти точность формулировок, да, что решение на граждан суда исполнительный лист по делу направлено в службу судебных приставов и вручен ей. И установлен срок 17 сентября 2024 года для добровольного исполнения решения суда. Она не исполнила добровольное решение суда. И уже начиная с 17 сентября, служба судебных приставов начата процедуру освобождения помещения в принудительном порядке. Почему это сделала? Потому что, де-факто, на сегодняшний момент времени у помещения есть определенные социальные нагрузки. Ну, то есть, в этом помещении должны заниматься, в том числе, патриотикой, социально-воспитательной работой, спортивной работой, с населением по месту жительства. То есть, с жителями района отрада. Ввиду того, что она, ну, намерена, ненамерена, ну, я не могу сказать точно, да, но, де-факто, не освобождала помещение в течение трех лет. Иная организация, которая выиграла конкурс, и ФАС подтвердила, что она законно выигрывала конкурс, исполнять свою социальную программу не имеет возможности. Но она не может зайти в помещение и начать образовываться своей программе. Хотя программа у той организации достаточно сильная, в которой точно так же сохранен и театр, и театральные мастерские, и детские театральные кружки, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Собственно говоря, наш с вами разговор приходит к определенному моменту, что есть помещение, в котором должны заниматься дети, есть организация, которая в соответствии с законом выиграла конкурс, но не может этого начать выполнение своей программы, которая победила на конкурсе, потому что, в соответствии с приказом номер 6, побеждает не организация, а программа, которую они представили, конкурс наконец. Не может фактически начать ее реализовывать, потому что та организация, которая находилась в этом помещении ранее, фактически его не освободила. И я думаю, что два года это достаточно большой срок, когда мы пытались достаточно любезно объяснить директору, что надо помещение освободить. Но она на это не пошла. Да, мы были вынуждены подать в суд. Суд признал, что мы правы. Она подала апелляцию. Апелляцию не там, формулировку могу путаться. Ну, то ли не приняла, то ли отказала. Ну, не знаю, да. Вышла служба судебных приставов. Выдала ей уже официальное уведомление об освобождении помещения до 17 сентября. Она и его не исполнила. И да, началась процедура принудительного освобождения помещения. Потому что помещение должно в соответствии с законом Российской Федерации использоваться так, как оно предназначено. Понимаете, вот она и вся история. Здесь не больше, не меньше. Я к автономной некоммерческой организации театра «Мет» не имею никаких претензий. Но есть законный конкурс, который состоялся. И она там не победила. Теперь давайте представим, что в рамках конкурсных основ, когда соперничали две фирмы, которые должны представлять бумагу, ну, какому-нибудь департаменту, да, победила не одна, а вторая. И вторая все равно привозит бумагу, потому что хочет ее поставить. Хотя они не победили в конкурсе. Ну, и нашим жителям, да, я могу вот пояснить только это. Законных оснований на данный момент времени находиться автономной некоммерческой организации драматического театра «Мел» в этом помещении нет. Исполнять социальную программу, чтобы в помещении занимались дети, мы не имеем возможности, потому что там находится другая организация. И основная наша задача сейчас, да, это каким-то образом исполнить решение суда. Вот и все. Реализовать помещение, чтобы в нем с законом находились дети, которые могли бы развиваться в соответствии с теми условиями, которые выставлены на помещение. В том числе, вот, пережару вас в ваш вопрос, да, и военно-патриотическое воспитание, и театральное воспитание, и многое-многое-многое другое. Понимаете, вот и все. А если вы хотите задать вопрос, как организован досуг на территории района, у нас есть государственное бюджетное учреждение кенталов, филиалу, то есть на территории района Отрадная, есть несколько помещений, где они организуют свою работу с детьми. Помимо этого помещения, где сейчас находится в том, что некоммерческая организация здравоохранительных театров, у нас есть и другие помещения для размещения там, в соответствии с конкурсом некоммерческих организаций, которые победили на конкурсе и прекрасно реализовывают свою работу. Вот когда вы смотрите на мел рядышком, есть Аллегра, тоже крупное помещение, которое точно так же занимается с детьми, которое точно так же занимается военно-патриотическим воспитанием, ну, которое организует работу с населением по месту жительства. В соответствии с приказами номер 6, собственно говоря, что они должны делать. Есть автономно-некоммерческая организация клуб спортивного карате «Маяк», который занимается с детьми, скажем так, физическим воспитанием. Есть КАИС, который занимается с детьми интеллектуальным творчеством, основное направление деятельности – это игра в шахматы, которые в Москве всегда занимают лидирующие места, есть здоровое образование, культура, которое работает с детьми и, скажем так, с особенностями в развитии, да, ну, с определенными категориями населения и детей. Есть и это помещение, но это помещение мы сейчас не можем использовать так, как оно должно использоваться. Причину я вам назвал рай. Понятно. У меня, знаете, какой вопрос. Вы говорили, что конкурс проводился, да, в 21-м году. На основании того, что конкурс проводится, в первую очередь принимает участие эта организация, которая, допустим, занимает это помещение, она тоже вправе участвовать в конкурсе. Имеет преимущественное право, в отличие от других участников. На этом основании, поэтому вы говорите, что у них не полностью были предоставлены документы. Какие были необходимые документы, что они не предоставили, и из-за этого им отказали в участии в конкурсе? Я же вам еще раз говорю. Комиссия приняла решение. Я понял. Она подала в суд, в федеральную наборную службу, что, как бы, ну, они посчитали, что комиссия приняла неверное решение. ФАС согласился с конкурсной комиссией. Что я здесь еще могу сказать? Если вы хотите узнать, какие нарушения, я уже вам предлагал, зайдите, пожалуйста, на сайт. Все выложено в общий доступ. Выкладывается сразу же по всем конкурсам. Андрей Леонидович. В том числе, я вам скажу больше, и даже те направления, которые возлагаются именно на это помещение. Если мы с вами говорим о помещении, которое на данный момент времени, я уже могу сказать, незаконно, занимает экономно-коммерческая организация, травматический театр, театр НЕЛ. На это у меня есть, как бы, право так говорить, потому что есть, как минимум, а. решение суда, и б. решение федеральной обороны службы. Они там находятся незаконно уже с 2012-го. Вот и все. Андрей Леонидович, я пришла знакомить нас с актами по проведению конкурса. Пожалуйста. Где отражены те претензии к документам театра МЕЛ, которые послужили принятию соответствующего решения не в пользу правоприемника. Потому что право приемства все-таки должно было сохраняться в соответствии с действующим законодательством за именно театром МЕЛ, занимающего именно это помещение. У него были преимущественные права. Прошу, зайдите, пожалуйста, на сайт. Все документы выложены в общем доступе. Вы можете поднять решение. Там отражены все замечания. Отражен состав комиссии. Там отражен полный комплект документов, которые только возможны. Я вам скажу больше. Так как вы являетесь на основании доверенности полномочным представителям, сейчас я даже зачитаю, мне понравилось, да? Во всех государственных кооперативных общественных организациях представлять интересы Анна Драматический театр МЕЛ без проблем, пожалуйста, вы можете у Ильи Анатольевны попросить все жалобы, которые она направляла ФАС, и все их ответы, и все заседания ФАСа. И вы тогда будете... Ну, мы же с материалами делаем, да. Я прошу ознакомить меня с материалами дела не на сайте, а в действительности на его. Я хочу ознакомиться с материалами, которые присутствуют в комиссии. С сайта у меня ходить нет обязанности, даже иметь интернет, соответственно, в том числе и телефон. Я прошу зафиксировать, чтобы вы подобрали материалы и подготовили. По данному конкурсу, с которым я смогла бы подойти в удобное время и ознакомиться вживую, потому что мне не совсем удобно. Я могу передать копию, вы являетесь представителем, я скажу больше. У Ильи Анатольевны все эти документы есть наука. То, Лена Анатольевна, я хотела бы иметь, потому что у меня свой подход. Хорошо. И я буду действовать. Я готова. Дальше вы сказали, что программа театральная, театральные деятельности и театральные кружки, которые предоставила то самое ОНО, наше, от РАДА, которая выиграла конкурс. Хотя видов деятельности у данной коммерческой организации соответствующие не указано. Я хотела бы у вас уточнить. Поясните, пожалуйста, что вы имели здесь в виду. Какие театральные программы, какая театральная деятельность и театральные кружки проводятся именно ОНО, наше от РАДА, которая выиграла данный конкурс. И прошу также включить отребование мое ознакомить с данной программой, которая была предоставлена на конкурс. Будьте любезны, Андрей Леонидович, разъясните, поясните мне этот вопрос. Не вижу никаких сложностей. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду. Принимает участие программа, которую подают организации, в которой учтены те требования, которые выставлены к помещению. Вы сказали, что программу ОНО подала, которая соответствует театральной деятельности, театру и театральной игрушки, в которой занимаются дети. Театральные студийные мастерские и так далее. Но видом деятельности... Но сейчас они имеют возможность реализовывать свою программу, ввиду того, что в помещении незаконно находится иная организация. Андрей Леонидович, в видах деятельности данной некоммерческой организации не указаны соответствующие направления. И данная организация, те виды деятельности, которые там указаны, соответствуют более спортивной направленности, потому что там только организация танцевальных, типографическая какая-то деятельность. Мы с вами рассматриваем программу, автономно-некоммерческая организация... Как мне рассматривается? Вы о ней сказали. Мы сейчас с вами рассматриваем вопрос о том, что на данном метрике помещение расположено по декабристу 2, корпус 2, незаконно занимает автономная некоммерческая организация. Писание на освобождение помещения не исполняет ни наше уведомление о требовании, ни решение суда. Андрей Ильич, я не перебивала Вас, я записывала строго по тому, как Вы излагали свои доводы. Я хочу пояснение получить от Вас лично, потому что Вы озвучили, что именно театральная программа, театральные деятельности, театральные кружки закреплены. То есть в настоящее время присутствуют виды деятельности некоммерческой данной организации, которая выбрала конкурсы, которая их обеспечивает. Что Вы имели в виду? Что данная автономная некоммерческая организация имела, культурное направление, а именно театральные, студийные мастерские и так далее, также указаны к реализации. Я пока что не понимаю, что Вы имеете в виду культурное направление, какие виды деятельности у данной некоммерческой организации соответствуют этим социальным программам. Потому что прежде чем какие-то программы предлагать и реализовать, это должно быть в первую очередь указано в видах деятельности. Я прошу ознакомить меня с данной программой, с которой я ходила. На основе договора и заключенного контракта они свои программы предлагают. Можно просто эти программы посмотреть. В принципе, здесь это по приказу департамента, у них есть такой приказ. Поэтому эти программы, если есть возможность, ознакомьте, мы ознакомимся и все. Мы хотим просто для наших детей, чтобы была альтернатива. Пусть даже будет наподобие того, чтобы было умело, чтобы было такое же предприятие, которое реализовывало патриотическую воспитанность нашей молодежи. Вот и всего лишь. Мы сейчас не оспариваем решение суда, потому что решение суда это касационные, арбитражные судьбы и так далее. Эти вопросы они будут рассматривать. Нам нужно просто понимание для жителей района, чтобы они знали, где есть альтернатива и будет ли вообще альтернатива для детей нашего района. Соответствующая именно альтернатива. Культурная направленность. А так вообще есть какой-то вариант возможности у этой организации умело участвовать где-то в конкурсе, если будут какие-то помещения? Конкурсы открыты. Любая организация участвует в этих конкурсах, побеждать, занимать там еще не реализовываться. Просто у нас имеется одно письмо, то, что управу руководитель мело написал, чтобы вы указали, когда будет проводиться конкурс. Ну, ответ пришел, что конкурс прошел уже. Да. Вот как раз вот это вот письмо. Вообще информация о конкурсе в ближайшие там полгода или год, где она находится? Вот чтобы вы понимали. Сейчас состоялся конкурс. В этот конкурс не включено одно помещение, в котором сейчас, где уже было ранее, незаконно находится, в том, что не критическая организация мело. Мы его не можем оставить на конкурс. Фактически, потому что оно, ну, проходит процедура освобождения. Ну, и ремонт там потом. Ну, ремонт это как само собой соответствующее для того, чтобы помещение, ну, скажем так, заграло новую краску. Ну, это там немножко другая история, да? Конечно же, когда мы будем объявлять конкурс, информация не закрыта. Во всех наших возможных источниках, информирование, мы эту информацию разместим. Но, когда помещение будет освобождено, я сказать не могу. На данном интернете, вы сами знаете, были, ведется процедура, ведется работа в службе Союзной Христики. Понятно. У нас еще один вопрос. Ну, вот сейчас, допустим, освобождается помещение мело, да, этой театральной организации. Вот эти вот собственности, которые находятся у этого предприятия, она где хранится и на каких условиях? Определенный договор заключался с ними. Если это, то почему управляющая компания совершает эту сделку, то на каком основании? Не понимаю вопрос. Смотрите, сейчас вот перевозят имущество. Мы предоставили помещение дыхранения, предоставили транспорт, предоставили грузчику и очень аккуратно, бережно перевозят. Понятно. А на основании чего договор заключен с этой компанией? А куда же вы делитесь? Мы же не в подвал сюда свозим. Нет, я понял. А почему руководитель мело не в курсе об этом событии? Он должен был освободиться настоятельно на это помещение еще 2-3 уже, наверное, года назад. Это по факту проведения конкурса. И он должен был освободить это помещение до 17-го числа. Это понятно, да. Это решение суда. Конечно. Поэтому сейчас, да, мы предоставляем помещение для хранения этого, всего того, что находится внутри помещения. На каком основании? И инвентарь, и инвентарь. Андрей Леонидович, на каком основании предоставляются данные услуги для театра? И она безвозмездна или на платной основе? Вот это вопрос. Давайте я уточняю это у юристов и скажу, как это будет все оформлено. Я не могу обществовать. Потому что вы же понимаете, да, согласно... Если я правильно понимаю, то у Елены Анатольевны будут выставлены счета за перевозку и хранение двигающих... А основание? Основание? Принудительное освобождение в своем суде. Ну, нет такого закону о правопотребителях. Я уточню, не могу обществовать. Да, поэтому это уже будет принуждение к сделке. Поэтому должен... Я уточню, не могу обществовать. Да. Ну, вот этот вопрос надо будет поднять. Это нужно поуточнить. У юридической службы, у судебных приставов, собственно говоря, вот эти вот тонкости, я на них не могу ответить. Ну, я вам эти тонкости могу разъяснить, и поэтому я говорю, если это без договора, да, без... Может быть, даже устный договор, и то это разрешается гражданским конкурсом, если это без договора, да, и будет требование какое-то, платежное требование без основания, то есть должен быть договор, акт выполненных работ. Если этих документов нет, то платежное требование будет незаконно. Поэтому, если вы это как благотворительность для этой организации организовываете, чтобы она освободила это место, и другой вопрос, то она в любом случае должна быть уведомлена об этом. Потому что она сейчас свои вещи, допустим, забрать, если захочет, если найдет место для складирования, то, конечно, она может обратиться, а ей скажут, пока не заблудешь, мы тебе не отдадим. Слушайте, мы же не... Вы тоже коммерческая организация, по сути, юрлицо. Поэтому, ну, постараемся сделать максимально... Хотелось бы, да, чтобы... Дело в том, что, смотрите, мы, тем более я как председатель профсоюза, да, Межрегионального совета профсоюза, мы оказываем содействие гаранту Конституции именно в соблюдении законодательства. И хотелось бы, чтобы закон не нарушался. Вот здесь вот вопрос сейчас стоит о том, что управляющая компания подала на нее за коммунальные услуги, якобы представленные этой компанией, там, счет в арбитражный суд. Ну, дело в том, что, смотрите, опять же, все опирается согласно Гражданского кодекса на договор и прав потребителей. Договора нет заключенного с этой компанией. Поэтому будьте немножко внимательнее к требованию. Вопрос с точки зрения оплаты коммунальных услуг и электричества, он имеет место быть. Потому что пока организация незаконно занимала помещение, она еще и незаконно пользовалась ресурсами. И, конечно, управляющая компания стремится покрыть свои расходы, которые она при этом понесла. Поэтому, да, мы обратились в суд, чтобы суд, как сказать, расценил всю эту историю, связанную с ним. Либо в одну, либо во вторую сторону. Я сейчас не могу гадать вперед, да? Я понимаю, что есть ряд учреждений, которые понесли расходы за тот период, когда она находилась там незаконно. Я скажу больше, продолжают нести расходы. Поэтому эти расходы должен кто-то компенсировать. И есть обращение в суд, если мне не зная память, там, что-то вот в октябре сейчас состоится первая судебная сессия. В четверг, да? Ну, вот в четверг, да. И пусть, собственно говоря, судебным решением это будет принято. Я не хочу вступать в полемику, да? Но есть вот органы, суд, который, ну, как бы, собственно говоря, для этого и суд. Ну, вот я хотел бы вас донести... Какое решение примет суд, такое решение примет суд. Дело в том, что раньше времени... Смотрите, управляющая компания, вы являетесь учредителем, управляющая компания? Не являемся. Управа? Не являемся. Как нет? Каким строительным строительством? Да, я не делался. Налоговый прописано, что учредителем является... Учредителем жилищника, который в данном доме в отношении никакого в принципе не имеет, является префектура. А учредителем УКДС, который управляет данный дом, является директор УКДС. Да, ну, я перепроверю информацию. Она сама в счет, если... Не, вообще, я о чем хотел сказать, вот смотрите, да, даже в любом случае, если у вас есть обстоятельства, то есть у управляющей компании, она должна опираться на доказательства. А доказательством является, где прописано обязательство сторон. То есть, опять же, опираемся в договор. Смотрите, давайте мы вопрос расходов, который принесли ряд организаций, отдадим на решение суду. Суду. Да, я не спорю, я просто к информации это приподнялся. Я понимаю, потому что у нас есть свое мнение, у вас есть свое мнение, у директора автономно-коммерческой организации, драматический театр МЕЛ, и свое мнение. Ну, пусть суд, собственно говоря, скажет про кто-либо. У меня мнение только законное. Согласен. Больше ничего. Потому что, ну, как бы, я считаю, что было, ну, скажем так, правильно в рамках всей истории существования автономно-коммерческой организации пойти на какую-то встречу и, скажем так, очень мягко просить ее освободить помещение. Это было правильно. И заниматься, скажем так, какими-то действиями, которые мы могли бы сделать, а именно, скажем так, ограничивать, там, не знаю, поставку каких-то ресурсов, мы не стали. Потому что прекрасно понимаем, что этот человек имеет место быть и в истории района тоже. Но существует закон, существует понимание того, что она сейчас находится на законе. Но, тем не менее, мы считаем, что это очень. Хорошо. Вопросы? У меня нет вопросов больше. А у меня следующий вопрос. Театр Спецевцева территориально, Бутырский район. Ну, то есть, это для жителей нашего района очень далековато, как вы понимаете, для родителей с детьми, которые вводили в этот театр своих детей и на спектакли, и на постановки, и на новогодние праздники, на занятия, соответственно. Далековато. То, что вы назвали кентавром, какие виды деятельности, какое целевое назначение все-таки у данного помещения? Это про досуга и спорта. Досуга и спорта. Я говорю немножко про другой, про театр. Нам бы хотелось, чтобы в нашем районе, я одерживаю мнение, большинство жителей района, особенно родительской общественности, как вы понимаете, я являюсь председателем родительского комитета Межрегионального совета профсоюзов. Ко мне обращаются, и мы проводим вопрос общественного мнения, я не знаю, право района проводила это или нет, наш депутатский корпус, чтобы понять все-таки, чего хотят жители. Жители района, довожу до вашего сведения, не хотят ни магазинов, ни баров, ни кино, ни ресторанов, ни танцплощадок. А именно жители и общественность нашего района, особенно родительская, настоятельно требуют, чтобы либо театр возродился на прежде месте, и право предприняло в этом направлении какие-то действия, так же, как и депутатский корпус. Заинтересованным образом, не просто для галочки, используя в своих, как говорится, интересах федеральную антимонопольную службу или судебных приставов, или судебная система, отрывая доверие у граждан, в том числе и к судебной власти. А именно, пойдя навстречу нашим жителям района, родительской общественности, как-то все-таки этот вопрос способствовал решить или решила. В интересах именно жителей, в интересах жителей управа района, отрадное обязаны действовать. И если есть какие-то там по документам вопросы, то все решаем. Как? Я имею в виду, решаем проводить конкурс, и мы будем участвовать в данном конкурсе, снимайте требования с театра. Законным способом я говорю, что не нужно нарушать законодательство, в любом случае в рамках законодательного пола. Потому что у тех организаций, в частности, она в наших видах деятельности не указана, то, что нас интересует. И у названных вами организаций, таких как «Кентавр» и «Олег», это другая немножко направленность. Не театральная. Нам нужен театр в районе. И он уже существует больше 30 лет. Как вы знаете, в этом театре выросло не одно поколение, в том числе и тех жителей, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Которые вернутся и, соответственно, будут задавать вопросы, в том числе и вам. Я так думаю. Потому что это общий интерес всех родителей, мам и пап, чтобы дети развивались, чтобы дети просвещали, ознакомились с нашей культурой. Это было удобно и доступно для нашего спарного района. И я очень прошу депутатский корпус среагировать оперативно и незамедлительно. Применять все обеспечительные меры для того, чтобы решить этот вопрос в интересах, в пользу жителей, детей района Отрадной. И в пользу каких-то коммерческих структур, которые, по сути, являются, в том числе и управа Отрадной, являясь юрлицом. Я не хочу, чтобы, и также многие жители, чтобы из нашего театра, из нашей культуры, из нашего детства и нашей памяти делали коммерцию. Понимаете? Это не в наших интересах. Зарабатывайте, но давайте уже как-то соблюдать паритет интересов. Никто вам не мешает, но будьте любезны. Проведите ремонт в театре. Там, тем более, знаете, очень есть интересный проект по ремонту этого театра, который проводился непосредственно управой в 95-м году. Проект по реконструкции театра. Там, где подвальное помещение превращается в большое, в пае красотища, необыкновенно. И, наверное, затрачены немалые средства, в том числе из федерального бюджета, на проектирование, ремонт театра. Но не ремонт не был проведен. Также, как и не была проведена реконструкция пожароохранной системы и сигнализации, которая в судебном порядке была обязана провести управу по решению суда. То есть, игнорировалось в том числе и решение суда управой. Поэтому я прошу все-таки как-то сохранять в лицо, так как и право представлять интересы жителей, и решить данную проблему, не вынося ее за рамки нашего района. Уже создался большой резонанс, насколько вы знаете, и в Вестях, и по Первому каналу. Прошли серьезные репортажи. Мне уже журналисты звонили. В пятницу я иду на радио. Зачем нам нужен этот скандал? Вы сами понимаете, правильно? Нам скандалы не нужны. Нам надо, чтобы вопрос решился, и мы остались при своих интересах, наши дети. И вы тоже, соответственно, не запачкали, не запятнали свое лицо. Мне бы не хотелось выносить за поле, так скажем, но вот сейчас уже журналисты приглашают, и средства именно федеральные издания просят статьи, просят информацию, ко мне обращаются. Я вынуждена предоставлять, хотя мне это неприятно, как жители района, и чтобы наш район опускался во всех средствах массовой информации, что у нас здесь происходит такое бескультурное, так скажем, событие. Потому что все-таки инициаторами в одном и другом случае, и конкурс был как-то проведен тоже. Будем в этом разбираться, чтобы предоставлять более достоверную информацию, и будем разбираться не только мы, но и федеральные издания. Давайте мы попробуем сегодня отделить, как сказал один из уважаемых людей. Момент номер один. Оснований не доверять решению федеральной темнохольной службы для решения суда у меня нет. И ни у кого не нужно будет. Это основа нашей ресурсии. Это раз. Два. Автономная некоммерческая организация, анодроматический театр МЕЛ, занимала это помещение на основе конкурса. Следующий конкурс в 1921 году. Они не выиграли, и там должно находиться иная организация. Целевое назначение помещения сохранено. Если у вас, как у председателя родительского комитета, и дали по тексту, есть желание открыть на территории района учреждение культуры, то есть театр, то есть которые будут находиться в ведомстве департамента культуры, я буду рад и благодарен вам, если выйдет с такой инициативой. На данный момент времени автономная некоммерческая организация, драматический театр МЕЛ, имеет форму собственности автономная некоммерческая организация, и никаким образом к департаменту культуры не относится, то есть не является учреждением культуры. Я очень сожалею о том, что вы все-таки не слышали наше мнение и нашу позицию. Форма собственности не зависит от вида деятельности. Это разные вещи. Вы тоже не будете быть любезны. Значит, подведя итоги, наше требование – ознакомить нас с положением, ознакомить нас с положением по проведению конкурсов, и в том же числе документами, которые по конкурсу проходили, относительно управления помещением, в котором сейчас находится театр МЕЛ. Имеет ли это основание? Ну, по вашему личному мнению, можно подвести решение формально. Пожалуйста. Мы все-таки считаем, что управа района не предпринял никаких мер и действий для того, чтобы театр продолжал существовать, жить и радовать нас, жителей района, своей деятельностью, своим трудом. Не предпринято, даже наоборот. Вся инициатива исходила от управы, которая именно способствовала закрытию театра, отбору данного театра у населения, у жителей района Атрадного. Если бы это было не так, то решение конкурса было бы в пользу театра. Вознакомиться с материалом? Да, мы предполагаем. Ознакомливаемся, конечно, мы с документами, поэтому мы их и запрашиваем. Предварительные выводы не будем делать сейчас? Нет. Цепочка всех этих действий именно управы говорит именно об этом. Понимаете? Не наша инициатива, не наши действия. А цепочка действий управы района Атрадное говорит о том, что инициатива управы Атрадного... Не доверять решению суда, решению Федерального Текунок на полную службу... Я не про решение, я про инициативу. Это разные вещи. Опять-таки, прошу не путать. Дальше прошу программу, прошу предъявить мне для ознакомления, которое предоставило оно наше Атрадное на тот самый конкурс, который проводился в 2021 году. Вы будете это помещение на конкурсе разыгрывать? Конечно. Иного решения у нас быть не может. Ремонт будет проводиться в данном помещении? И какое целевое назначение данного помещения? Ремонт в этом помещении запланирован. О сроках и датах я вас сейчас увидим. Не могу, потому что на данный момент еще не принят бюджет города Москвы на будущий год. Если вас услышат, бюджет будет принят, там будет заложена одна из статей к ремонту помещения Парли Сутикабристов, дом 2, Кропуск 2, значит, он будет. Если не будет, извините, я тут ничего добавить вам не могу. С ремонтом. Ремонт помещения предназначено для реализации в соответствии с приказом номер 6. Целевое назначение помещения мы вам дадим выдержку из конкурса, который проводился в 2021 году, где будут указаны все направления деятельности, которые должны быть в этом помещении реализованы за счет иных некоммерческих организаций. Хорошо. И когда можно подойти и ознакомиться со всеми вышеуказанными? Уведомить. Хорошо. Можно ознакомиться с карточкой личного приема. Можно я запомнить прием сегодня совсем официальный, поэтому кажется, что приема не будет, вам необходимо заявление написать, что все, что еще не проявляю. Можно про оборонщину, Василия Евгеньевича? Я вас не передал. Прием у нас с вами проходит вне приема сегодня. Мы с вами встретились по вашей просьбе после приема, который на прошлой неделе был спальтером, потому что вы попросили. поэтому карточки прием сегодня не ведется. Как будто не ведется. Я же задавала вопрос, вы ведете карточку, вы сказали, мы ведем карточку. Не надо про него. Нет, про такого встречи не надо. Нет. левую верхнюю оба, Номер, дата, кто принял, должность, фамилия, на отчество, США, подпись. Вы исполняете для засекретаря, правильно? Я дежурная. А, вы дежурная? Просто нам, жителям района, отвечают, что по вопросам театра Мил не принимает управа и глава управа, соответственно. Светлана Сергеевна нам подтвердила, что она так не отвечает жителям. Я хотела уточнить, может быть, есть какое-то негласное распоряжение не записывать жителей по вопросам театра Мил. Нет, я вообще, вы понимаете, что я ночная дежурная, я только вот эти происшествия происходят, это вот передаю просто. Ну, вы не слышали об этом. я не слышала. Так, пожалуйста. Это ваша копия, это наш оригинал. Значит, у нас получается входящий номер 0308 284 дробь 4. Приму главный специалист Ивано. Иванова. И написан Ивано. Ну, это я вам так написала. И расшифруйте, пожалуйста, имя, отчество. Вы же секретарь, я так понимаю? Нет, я не секретарь. А вы полномоченный регистрированный? я из отдела писем. Благодарю вас. Значит, заявление оставили с требованием предоставить копию карточки личного приема, который проходил сегодня у нас 1 октября с 16 до 17 30 в здании управа вот в 101 кабинете в присутствии Котака. Да, 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 благодарю вас. Благодарю. В присутствии Котака, Полнокина, Коробейникова и Рубанова. Тихо, тихо, благодарю, чешилку. Окрадненько. Десять, Продолжение следует...